Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Чекунова. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» в 2020 году в Тверской области установлено более 900 дорожных знаков. Какие ещё изменения произойдут на тверских дорогах? Какие автодороги сделают в первую очередь? Об этом и многом другом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло с заместителем начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Павлом Анатольевичем Власовым. Павел Анатольевич, добрый день. Здравствуйте. Теме национального проекта мы уделяли много времени и часто говорили о том, какие дороги ремонтируются. Почему важен этот проект? Ведь это не только ремонт дорог, это целый комплекс мероприятий. Да, и в каких ещё регионах, кроме Тверского, этот проект реализуется? Ну, совершенно верно, вы заметили, что это национальный проект, и, собственно, его всё содержание, оно в его названии, да, «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Если говорить более подробно, то в рамках этого национального проекта действуют ещё четыре федеральных проекта, касаемых вот именно дорожной сети. То есть один называется непосредственно «Дорожная сеть», второй называется «Общесистемные меры дорожного хозяйства», и третий, четвёртый, они характерны «Дороги Министерства обороны», то есть он касается нас постольку-поскольку. И ещё один важный проект – это «Безопасность дорожного движения». Так вот, в цели этого всего национального проекта «Безопасные и качественные дороги» к 2024 году снизить число погибших в три с половиной раза по сравнению с 2017 годом. И рано на первом месте идёт, конечно же, человек, человеческая жизнь. Естественно, естественно. То есть получается у нас, как идёт, безопасные сначала, а потом качественные автомобильные дороги. То есть основная цель – это сохранить жизнь и здоровье граждан. Если говорить о регионах Российской Федерации, вот сейчас вы за сторону затонули эту тему, естественно, он реализуется, это же национальный проект, естественно, он на территории всей России реализуется. И вот это показательство в три с половиной раза – это, ну, будем говорить, такая арифметическая составляющая, да, а в абсолютных цифрах – это количество погибших для каждого региона. То есть естественно, что в 2017 году в каждом из регионов разное количество людей погибло на дорогах. Соответственно, от этого и получается показатель, которого нужно достигнуть. Чтобы не говорить в процентах, да, чтобы слушателям было более удобно и удобно для слуха, то, например, можно сказать вот так. У нас в 2017 году на дорогах Тверской области погибло 222 человека. Стало быть, к 2024 году количество погибших на Тверских дорогах не должно превышать 62 человека. То есть такая задача очень амбициозная, цифра серьёзная, но вот это именно три с половиной раза, которые конкретно для Тверской области. Павел Анатольевич, но имеется в виду, если это в рамках национального проекта именно безопасной и качественной дороги, что всё-таки вот это снижение страшного показателя, оно произойдёт за счёт качества дорог, да, всей инфраструктуры, изменения этой инфраструктуры? Совершенно верно. Ну, более того, там целый комплекс мер. То есть, вероятно, мы дальше в рамках программы нашей только коснёмся чуть-чуть. Там где-то касается и мер пропагандистского характера, и, как мы уже говорили, об устройстве автодорог в целом, повышение качества, так и дополнительные меры по обустройству дорог инженерного характера, меры инженерного характера по безопасности дорожного движения. То есть о чём идёт речь? Мы понимаем, что для каждой из автодороги, да, своя аварийность. То есть, ну, условно возьмём, в Тверской области у нас есть федеральные автодороги, да, все мы понимаем, это М-10 Москва-Санкт-Петербург, М-9 Балтия, и вот сейчас новая автодорога М-11 у нас скоростная. То есть для этой автодороги характерна одна аварийность, да, то есть она связана с большими скоростями, соответственно, там и аварийность связана со столкновениями транспортных средств и наездами на стоящие транспортные средства, да. Второй, можно взять дороги, это регионального значения, дороги между нашими муниципальными образованиями, в том числе дороги межрегиональные, которые ведут в соседние области. Да, для них характерна другая аварийность. Третьи дороги, это внутри центров муниципальных образований, и в том числе внутри самого города Твери. Для них характерна третья аварийность. То есть, соответственно, вот для каждой из автодорог, после того, как повышено качество покрытия, да, требуются какие-то меры по безопасности, они характерны для каждого места. То есть нужно дальше подробнее тоже, опять же, обсудить эти моменты. Но если говорить про город Тверь, например, у нас к началу 2020 года в городе Твери было 26 очагов аварийности, то есть мест конференции ДТП. 26, где наиболее часто происходит аварийность? Да. Причем эта аварийность связана с наездами на пешеходов в городе Твери. Но это очевидно, что наиболее тяжкие последствия происходят при наездах автомобилей на пешеходы. И значит, Павел Анатольевич, учитывая это, нужно в первую очередь обезопасить пешеходов. Будет делаться все в инфраструктуре для того, чтобы пешеходу было безопасно переходить дорогу? Совершенно верно, да. Установка пешеходных светофоров, в том числе вызывных, установка пешеходных ограждений, оборудование искусственных неровностей. Как бы спорно ни говорили, но все-таки искусственная неровность приносит свой результат. Это статистика. Но во всяком случае скорость на автомобиле точно снижает, и человек уже задумывается, где он едет, и что будет впереди пешеходный переход. Совершенно верно, да. В каком году начался, давайте напомним нашим радиослушателям, национальный проект. Во всех регионах одинаково. Старт был в одно время? Да, совершенно верно. В 2019 году начался этот проект. К 2024 году мы должны достичь этих показателей. Более того, мы понимаем, что в основу этого проекта мероприятие, и в целом вообще инициировался он на фоне мирового опыта в том числе. То есть мы видели, какие результаты достигла, например, Европа, какие разные страны, Германия, Швеция и так далее. То есть у них тоже были аналогичные проекты, да. И у них за какой-то определенный период они достигли серьезного снижения смертности на дорогах. Стало быть, это работает. Я помню времена, когда мы вот вместе с сотрудниками ГИБДД, тогда еще ГАИ, выезжали на дороги, и просто можно было далеко даже не уезжать. Каждый район, каждая дорога внутри Твери, областная столица, замеряли ямы какого-то чудовищного размера, да. Когда сбивались пешеходы, потому что не было этих вот пешеходных ограждений, да, потом уже все постепенно стало налаживаться, и уже мы не видим такого кошмара. А ведь, кажется, недавно совсем было. Что касается пешеходов, то есть, смотрите, здесь большую роль еще играет менталитет все-таки людей, да. Как бы мы их не обезопасивали, да, скажем так, инженерами инженерного характера, ну, люди все-таки тоже должны понимать и уровень опасности, который представляет транспортное средство. И поэтому, переходя дорогу, ну, немножко отвлекусь от темы непосредственно передачи, да, все же надо убедиться в безопасности перехода. Это на самом деле это все сидит в человеческой голове? Да, да. И посмотреть, как мы учим, как вы же учите маленьких детей, куда нужно посмотреть сначала, как переходить, выход из-за стоящего транспортного средства, да, и этому уделяется особое внимание, да, вот как раз роль сотрудников ГИБДД в реализации этого проекта. Ну, вот я как вначале оговорился, что у нас разбит он на четыре федеральных проекта, вот федеральный проект безопасности дорожного движения, вот именно он предусматривает меры пропагандистского характера. То есть, даже вот в этом году впервые на это были выделены федеральные средства, да, на трансляцию аудиороликов по социальных безопасности дорожного движения, видеороликов, радиопрограмм, в которых мы сейчас, собственно, и участвуем. Да, 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 и это социальная реклама, это всевозможные баннеры, да, предупреждения. Когда мы едем по городу Твери, мы видим, что сотрудник ГИБДД либо с ребенком в руках, либо кого-то переводят через дорогу. И еще раз внимание, чтобы это уже где-то засело в голове крепко. Нам, понимаете, нужно использовать все средства, то есть комплекс мер, чтобы повлиять на людей, потому что все же люди разные, да, понятно, что кто-то это воспринимает больше на слух, кто-то визуально воспринимает, кто-то сидит в гаджетах, кому-то надо это через соцсети довести. Но бесспорно одно, то есть, например, если человек едет по автодороге, да, ну, старинный способ, висит плакат, на котором написано, что именно на этой автодороге в этом году, например, погибло или пострадало такое-то количество людей. Как правило, каждый человек должен что-то всколыхнуться, да, то есть он подумает, наверное, он все-таки бросит скорость и будет более аккуратным. По-вашему, вот на ваш взгляд, все-таки это достаточно приносит уже свои результаты, Павел Анатольевич? В целом, проект, естественно, приносит свои результаты, то есть вот у нас по итогам 2019 года, это, конечно, тупой язык цифр, да, и нам удалось добиться требований снижения, то есть получается, что у нас вот на этот период, 2020, 2021, 2023, 2024 год, для каждого года определенное рассчитанное снижение с учетом численности населения, транспорта, то есть, ну, уже эти показатели у нас есть. Так вот, в 2019 году нам эти показатели удалось достигнуть Тверской области. В целом, по России, есть регионы, которые не достигли этих показателей в 2019 году, поэтому все-таки наше руководство, там, скажем так, и в том числе и правительство, потому что это невозможно одним сотрудникам этого сделать, то есть это вопрос взаимодействия многих ведомств, транспорта, правительства и так далее и тому подобное. Ну, вы работаете в одном блоке с ними для реализации этого проекта. Уважаемые друзья, сейчас прервемся на небольшую рекламу. Напоминаю, что в эфире программа «Тема дня». Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, в эфире программа «Тема дня» на радио Монте-Карло. Сегодня с вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России Петверской области Павел Власов. Павел Анатольевич, мы сегодня говорим про безопасные и качественные автодороги в рамках реализации национального проекта. Давайте несколько слов более подробно. Какие изменения прошли на тех же федеральных и региональных дорогах? Ну, мы все понимаем, что улучшение дорожного покрытия, как правило, к снижению скорости не ведет, да? Соответственно, совместно с этим мероприятием нужно делать и мероприятия по безопасности дорожного движения. Что касаемо федеральных автодорог. Все заметили, что мы разделили транспортные потоки встречных направлений. То есть это была беда нашего участка, федеральной автодороги М-10, как правило, да? Лобовые столкновения приводили к тяжким последствиям. Сейчас практически на всех участках этой автодороги стоит осевое ограждение, которое препятствует лобовым столкновениям. Это так называемый «отбойник» в народе называют. Совершенно верно, да. Более того, с открытием участков скоростной автодороги М-11, да, часть трафика ушла на эту дорогу. Стало быть, снизился трафик, тоже, опять же, безопасность движения повысилась. Опять же, возвращаемся к менталитету водителей. То есть, если у нас есть трасса М-11, которая позволяет двигаться со скоростью несколько выше, чем на обычных участках, да, то все-таки надо порог скорости все-таки все равно сдерживать. Потому что трассы все проектируются под определенную скорость движения. Если там указана такая скорость движения, значит, в целом, примерно с такой скоростью надо и двигаться. Водители предупреждены, с какой скоростью максимальной они могут двигаться по этим дорогам. Естественно, естественно. Даже более того, постоянно мониторятся эти участки автодорог, и идет тенденция в сторону даже повышения скорости на некоторых участках, которые позволяют это сделать. То есть, тут на месте не стоит. Все думают, как улучшить жизнь людей. Качество покрытия, мы не говорим, там, да, с дорогой все хорошо, с самим асфальтом. Предусматривается ли возможность необразования той же самой наледи? Потому что, когда зима, да, когда перепады температур, это тоже иногда вызывает проблемы. Ну, естественно, эти дороги обслуживают и организации. То есть, они обязаны за этим следить. Но в то же время, есть промежутки времени, да, ну, мгновенно автомобиль дорожных служб не может прибыть на какой-то участок. Поэтому водитель сам в виде изменения погодных условий, тем более сейчас, в межсезонье, что называется, да, особенно это касается истакад, мостов, да, где, в первую очередь, обледенение происходит. На этих участках надо двигаться все-таки максимально осторожно. Опять мы говорим про уголоводителя, да. Все учитывать, учитывать дорожное покрытие, не говоря уже о том, что нужно готовить свой автомобиль к той же самой зиме. Совершенно верно. Что мы можем сказать про региональные дороги? Что касается региональных дорог, там немножко другая специфика. У нас, получается, Тверская область такая, либо близко находится населенный пункт прямо у дороги, да, что приводит к тому, что неожиданно выход у пешеходов, да, либо у нас просто такие большие перегоны, которые, ну, просто по лесным участкам, где на кривых не всегда обеспечена хорошая видимость. Так вот, на региональной дороге цель какая? Осветить населенные пункты, да, чтобы пешеходы были видны. И вторая, то есть наша ширина региональных дорог не позволяет установить осевое ограждение, да, поэтому надо какие-то другие меры инженерного характера реализовывать, да. То есть это получается, о чем я сейчас говорил, если закрыты участки, то есть это удаление кустарниковой растительности жертелью, обеспечение видимости на поворотах, ну, если водитель понимает, о чем идет речь, да. Далее у нас получилась проблематика небольшая на региональных дорогах, связанных с опрокидыванием транспортным средством. Это очень часто, вот получая ту же самую информацию, в кювете, в кювете, в кювете. Да, мы подробно разобрали каждое ДТП с такими последствиями и пришли к выводу, что причина их – это выбор скорости водителями, несоответствующей конкретным дорожным условиям, да, в результате чего… Даже скорость. Да, совершенно верно. В результате чего он цепляет обочину, происходит снос либо занос неуправляемый, и дальше там уже по сценарию в кювет или опрокидывание, или съезд в кювет. Вот такая фраза есть – несоответствие скорости конкретным дорожным условиям. Это не говорит о банальном превышении скорости, да. Мы знаем, что на региональных водорогах у нас скорость движения разрешена 90 км в час, да. Но не секрет, что с учетом нештрафуемого порога, вот этого 20 км в час, все едут, наверное, 100, а может и больше. При идеальных условиях, если это прямой участок, обеспеченная видимость, да, это безопасно. Но есть ряд показателей, при которых на такой скорости двигаться не стоит. Сказано, на 10, на 20 км всего превышается. Да, быть может, надо даже вообще снизить меньше, чем 90 ехать на данном участке. То есть, например, мы говорим о зимнем периоде, да, когда вот еще не все дорожные службы прибыли на место и не очистили дорогу, видим, что налет либо снег, сбавляем скорость. В темное время суток – сбавляем скорость. Детей везем – сбавляем скорость. Пассажиров много в автомобиле – сбавляем скорость. То есть вот эти… у нас не такие большие расстояния. То есть мы на этих 20 км вы не выиграете сильно много времени. То есть зато сохраните жизнь и здоровье людей. Так вот, какие меры, еще плюсы можно применить к региональным автодорогам, которые реализуются? Нанесение краевой разметки шумовой, да, то есть когда человек приближается к обочине, ну, начинает шуметь, разметка, все видели, вот там обычно на федеральных дорогах такое есть. Затем установка боковых ограждений, то есть которые не позволяют съехать в КВЭТ, да, то есть если он просто останется на дороге, уже тяжесть последствий будет другая. Сглаживание обочин, то есть если высокая обочина, ее надо сгладить, тогда автомобиль, если едет к КВЭТ, по крайней мере, не перевернется. То есть опять же, тяжесть последствий будет несколько ниже. Но, собственно, такие мероприятия на региональных дорогах предусмотрены. Вы говорили о больше, чем 20 очагах аварийности в столице Верхней Волжи, в Твери. Давайте поговорим о них. Где нашим тверским водителям в Твери нужно быть предельно осторожным? В основном это касается пешеходных переходов, в том числе как регулируемых пешеходных переходов, так и нерегулируемых. Но если говорить конкретно об точках и участках уличной дорожной сети, это улица Совеперовской, практически на всем ее протяжении, в том числе с Беляковским переулком, пересечения. Затем улица Советская, но она меньше с этим связана, но тем не менее там аварийность присутствует. Опять же, связана с наездами на пешеходов. Установлено центр города, либо широкие магистральные улицы, которые более одной полосы в одном направлении, потому что пешеходу надо пересечь 4 полосы. Даже если он, например, 2-3 перешел, то на какой-нибудь из полос водитель не заметит. Ну, собственно, и вот в этом все опасности. Здесь хочется сказать, что, как правило, наездные пешеходы вообще имеют сезонный характер. Вот сейчас самое такое опасное время нам предстоит, когда еще снег не выпал, рано, темно, еще плюс осадки, все пешеходы в основном в темной одежде у нас ходят. Еще капюшон на голову, еще наушники, если ты молодой человек, и все. Да, даже при идеально оборудованном пешеходном переходе самого пешехода на этом пешеходном переходе не видно. Поэтому вот мы тоже промониторили ситуацию и все же рекомендуем пешеходам даже в городе использовать светоотрающие элементы на одежде, потому что с правилами прописано, что они обязаны это делать за городом передвижением, но все-таки в городе тоже есть смысл делать. На одежду это на рукава, на куртку, на что-то, да? Ну, на аксессуары, там, на сумки, там, на... То есть просто чтобы что-то отсвечивало, да? Чтобы что-то отсвечивало, да. Тем более это касается детей. Ну, как, ну, дети, вот, честно говоря, даже сами ездим по городу, увидим, что дети в основном все-таки светятся. У них либо одежда яркая, либо у них прям предусмотрены производителями эти вставки на одежду. С детьми как-то менее проблематик, больше проблематик вот именно со взрослыми в темной одежде. Какую-то профилактическую работу непосредственно на дороге с пешеходами. Рассказывайте, да, потом кто-то переходит в неположенном месте. Я сколько раз видела уже, казалось бы, мы эту культуру на дороге ввели уже, ну, во всяком случае, вот, добились чего-то, да? И все равно недалеко пешеходный переход, а перебегает, ну, в 50 метрах. Да, вот с учетом реконструкции уличной дорогой сети, да, не всегда же возможно сделать везде пешеходные переходы. И пешеходные переходы, их обустройство планируется в местах, вот, ну, большего притяжения граждан, да, естественно. Ну, наши люди идут, вот он привык там идти, он там и идет. Как народная тропа. Да. Больше, скажу, что, например, раньше была проблематика в сторону водителя, да, то есть водители не пропускали пешеходов, в том числе на пешеходных переходах. Сейчас она сместилась больше в сторону даже самих пешеходов. Ну, вот мы же понимаем, что пешеход, переходя по пешеходному переходу, он, да, имеет преимущество, имеет свой нерегулированный, на котором светофора нет, да, одна зебра нанесена, он имеет преимущество. Но при этом правилами прописано, что прежде чем выйти, он должен убедиться, что его пропускают. То есть я всегда говорю, надо наладить визуальный контакт. То есть пешеход увидел водителя, что водитель его видит, и только после этого он идет. То есть человек должен все равно, вот он посмотрел внимательно, он уже с тротуара спускается. И вот как только-только нога пешехода уже на проезжей части, это сигнал для водителя, да, остановись. Лучше даже увидеть, ну, по большому счёту, опытный водитель может прочитать развитие ситуации, да, он видит, что пешеход подошёл к проезжей части, он явно намеревается её перейти. Можно снизить скорость и уже потом без проблем затормозить. Хотя бывают разные ситуации на дорогах, мы с вами знаем, да, что это, что совершенно непредсказуемо могут вести себя люди. Совершенно верно. Вот поэтому я и говорю, что надо наладить визуальный контакт, чтобы он понял, что его видит. Второй момент, как вы тоже вот уже заострили внимание на гаджетах, да, люди переходят либо в капюшонах, ничего не видят, либо у них эти гаджеты не могут оторваться. Чтобы перейти дорогу, нам нужно 20 секунд, даже широкую. На 20 секунд можно от гаджета оторваться, ничего страшного не произойдёт. Да, вы совершенно верно. Давайте, может быть, перейдём к тому, что к безопасности в тех же самых дворовых, на дворовых территориях, где часто страдают дети, но нередко такие ситуации, они играют. К чему нужно быть готовым водителем во дворах? Некоторые паркуют там свои автомобили. Даже не некоторые, все паркуют автомобили во дворах, причём проблематика там существует, да, как правило, парковочных мест недостаточно. Плюс, если во дворе нет детской площадки, то дети, наверное, играют на территории двора, в том числе и на этой дороге. Правило у нас всё это прописали, то есть в дорогой территории пешеходы могут передвигаться по всей ширине дороги, да, и при этом водители должны предоставлять преимущество. Но, опять же, тут надо обратиться к менталитету, да, то есть если мамочка идёт с ребёнком, который едет на трёхколёсном велосипеде, то мы понимаем, что его водитель-то не может увидеть ни при каких обстоятельствах, если он, например, движется задом, да, то есть он просто ниже поля зрения. То есть, ну, родители должны осознавать эту опасность. Опять же, то есть, если даже ты прав, ну, это же твой ребёнок, это его здоровье, ну, ничего страшного, там, сделай замечание у водителя, вот у меня тут ребёнок гуляет, там, ну, всё же можно решить по-человечески, обговорить и сохранить жизнь и здоровье и свою, и ребёнка. То есть тут просто нужно быть адекватно, оценивать обстановку и быть максимально внимательным. Я считаю, вот это основные показатели. Павел Анатольевич, скажите, пожалуйста, относительно отремонтированных дорог в той же самой областной столице, напомним нашим телезрителям, что приведено в порядок вот за последние годы и чего ждать, каких изменений ещё ждать в лучшую, я надеюсь, сторону? Ну, направление движения будет примерно, вектор, он будет один и тот же, то есть мы видим, что у нас расширились проезжие части, ну, из-за того, что убрали в ряде случаев трамвайные пути. Появились пешеходные ограждения, появилось много новых светофоров, выделены фазы светофоров при пороте налево, да, наиболее опасный манёвр в городе. То есть, в принципе, в этом направлении будет продолжаться движение. То есть у нас вот предусмотрено в 2020 году в городе Твери отремонтировать 45 километров автомобильных дорог общей протяжённостью 60 километров. Вот, то есть, ну, всё-таки такие... 45 автомобильных дорог. Ну, это, ну, по названию улиц. А, по названию улиц, да. А общая протяжённость 60 километров. С одной стороны, вроде бы, не сильно много, но с другой стороны, если это взять каждую из улочки, если появится вот хороший асфальт и на дороге, на тротуаре, то есть, ну, это всё-таки большую роль играет. Потому что мы видим, что магистральные дороги в основном уже все привели в порядок, а вот ряд таких второстепенных дорог всё-таки они заслуживают серьёзного внимания. То есть здесь будет сразу всё решаться в комплексе и пешеходные переходы, да, предусматривающие, чтобы человек не выбегал на хорошо отремонтированную дорогу, потому что идти-то ему так-то негде, получается. Бывали у нас такие случаи. Я знаю, что была такая проблема на том же самом московском шоссе, когда оно первоначально делалось. Ну вот, мы возвращаемся опять к тому, что улучшение покрытия не ведёт к снижению скорости движения, то есть из-за этого ряд проблем, которые нужно купировать, получается. Если говорить о региональных дорогах, в этом году 7 контрактов заключено на ремонт региональных дорог, общая протяженность 154 километра. Это по области? По области, да. По области 154 километра. Итак, по городу это 60, около 60 километров, да, вы говорите? Да. И 154 километра по области. Как-то вы мониторите, да, состояние именно дорог? Какие дороги необходимо отремонтировать в первую очередь? Естественно, мы это мониторим, и предпочтение отдаётся тем дорогам, которые с большим трафиком движения, да, которые вот к местам с наибольшей, скажем так, курортной привлекательностью, особенно там в летний период. И опять же, при определении ремонта участков дорог, да, то есть сразу же определяются мероприятия дополнительные по безопасности, которые характерны для этого участка. Ну, о чём я говорил, да, что нужно нанесение шумовой разметки, установка боковых ограждений. То есть, ну, прямо проезжается комиссия в составе Министерства транспорта, сотрудников госавтоинспекции, и прямо определяются места, где нужно установить ограждения, где нужно нанести разметку и так далее. На ваш взгляд, отремонтировано то же самое московское шоссе, Сахаровское шоссе сделали хороший ремонт, Крупский путепровод. Насколько качественно сделано и надолго ли? Ну, это, понимаете, вопрос скорее к приёмщику и подрядчику, кто это всё делал. Ну, как показывают, только-то сейчас используется асфальт, уже новый, который 5 лет назад даже или 10 лет назад не клали. Который сходил раньше. Видели, что он сильно отличается, даже он внешне отличается от старого асфальта. Ну, будем надеяться, что гарантийные обязательства будут выполнены подрядчиками. Народ спрашивает жителей нашего региона, какие средства, если это национальный проект, это выделяются федеральные средства, да, на реализацию, потому что денег-то надо много. Совершенно верно, конечно. Задач стоит очень много. Это колоссальные суммы, да, они на федеральном уровне выделяются, и происходит работа на эти деньги. Давайте мы ещё раз в этой программе расставим акценты и для пешеходов, и для водителей, чтобы, что называется, закрепить, да, чего можно, чего нельзя. Вот вам, пожалуйста, вам предоставили хорошие дороги, качественную инфраструктуру. Теперь от вас многое зависит. Ну, давайте, чтобы было более наглядно, опять по участкам автодорог пройдёмся. Федеральные автодороги. Покрытие хорошее, скорость довольно высокая. Федеральные автодороги с серьёзной скоростью, уже ощущение скорости не то, останавливаться, отдыхать обязательно. То есть это касаемо федеральных дорог. Что касается региональных дорог, я уже говорил про скорость движения, то есть выбирать скорость в соответствующем конкретным дорожным условиям. Ничего страшного, даже если она будет несколько ниже. То есть если 90 можно ехать, можно снизить до 80 и до 70. Что касается региональных дорог. Что касается города Твери, быть максимально внимательными к пешеходам, переходящим в проезжую часть. Что касаемо водителей. Что касаемо пешеходов. То есть это касается для всех участков автодорог. Бывают даже случаи сейчас. Вот федеральная трасса, на которой там в принципе невозможно перейти при таком трафике. Это страшно. Люди умудряются пытаться переходить в проезжую часть. Ну вот это вообще невозможно этого делать. Что касаемо региональных дорог. Использовать, во-первых, светотворожающие элементы. Во-вторых, всё-таки по краю проезжей части не передвигаться. Если есть такая необходимость идти вдоль дорожного, идти по обочине. Как предписывают правила дорожного движения и навстречу движения. Что касаемо города Твери. Ну тут всё просто, что касается пешеходов. Опять же мы уже сказали, используя светотворожающие элементы. Хотя правила напрямую нам это не предписывают. Но лучше себя лишний раз обезопасить. И второе, убедиться при переходе проезжей части, что вас водители увидели, что они вас пропускают. Только после этого вступать на проезжую часть. Дорожными знаками достаточно ли укомплектованы наши тверские дороги? Вот я вначале говорила, что установлено более 900 дорожных знаков. Это только в 2020 году. Что здесь ещё планируется изменить? Ну это продолжается установка дорожных знаков. В основном это касается знаков обгон запрещен. Вот именно на региональных автодорогах. То есть у нас раньше было устанавливать эти знаки с одной стороны автодороги. Теперь она не дублируется с двух сторон автодороги, чтобы было водителям это заметно. К сожалению, опять же, возвращаясь к правосознанию, не все на это обращают внимание, поэтому в том числе расширяется и система фото-видео фиксации. Вот насколько она помогает? Это вообще, в высоком случае, стимулирует какая-то боязнь отдать свои деньги? Мы не говорим уже о том, что можно потерять жизнь и здоровье. Ну кому-то это, что называется, не совсем это. С учётом низких штрафов, например, штраф 500 рублей за превышение скорости на 20 км в час. С учётом, если можно по полсуммы заплатить, то 250 рублей для некоторых людей это вообще не актуальная сумма. Но в целом для общей массы это всё-таки влияет. Во-первых, мы видим, что если едем по региональную дорогу, если видим населённый пункт, там обустроен пешёдный переход, висит знак, что идёт фиксация скорости. У большинства людей, у адекватных людей не возникнет желания сознательно на этом участке превышать скорость движения. Если он этого не сделает, стало быть, мы обеспечим безопасность. Тут всё одно вытекает из другого. И ещё расскажем, что та же самая фото-видеофиксация, она тоже составляющая этого национального проекта. Совершенно верно, да. И то, что у нас появляются новые какие-то комплексы, да, это только нам на пользу. Более того, да, они инновационные комплексы, которые могут, во-первых, фиксировать при движении прямо в потоке, и плюс новые нарушения могут фиксировать. Программное обеспечение позволяет. Я надеюсь, что наша сегодняшняя программа ещё раз кого-то насторожит, да, кому-то подскажет, как правильно и безопасно вести себя на дорогах. Спасибо вам огромное за участие в программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был заместитель начальника отдела управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Павел Анатольевич Власов. Всего доброго, будьте здоровы, до свидания.